Субтитры создавал DimaTorzok Есть проблемы посерьезнее. Кризис, санкции, бюджет трещит по швам, а вы о книгах. И не всем же нужна литература. Например, физикам, химикам, то ли дело общества знания. Но умение писать сочинения, то есть создавать тексты, излагать свои мысли, аргументировать их, нужны, конечно, всем. И физикам, и химикам. А всякие разговоры о патриотическом воспитании, которые популярны, особенно в последнее время, без русской литературы просто бессмысленны. Потому что именно она создает русскую картину мира в первую очередь. Поэтому речь Владимира Владимировича Путина на Российском литературном собрании, симптом бодрящей, президент говорит, даже если снижение интереса к чтению, книгам является общей мировой тенденцией, мы не прави с одним мириться. Мы тоже, как и наш президент, не собираемся с этим мириться. Поэтому нынешнюю педагогическую мастерскую посвящаем чтению, посвящаем книгам. Потому что литература, не имея в виду только узко, уроки литературы, вообще литература – это то поле, на которое мы можем говорить с детьми на очень важные вопросы. Что такое добро? Что такое зло? Как уклониться от зла и сотворить благо? И хорошо, что это поле литературы, потому что вот такие важные разговоры требуют очень тонкого, деликатного подхода. Правда же? Не обо всем же можно говорить прямо в лоб. Можно, конечно, человеку, ученику прямо сказать – делай так, потому что это хорошо. Им делай так, потому что это плохо. К сожалению, мы так чаще всего и говорим, да? Но даже если наши слова будут убедительны, аргументированы, вряд ли они проникнут глубоко в юное сердце, которое всегда сопротивляется всему, что навязывается сверху. Не учите меня жить, так же подростки говорят. Другое дело, когда мы им дадим возможность посмотреть на проявление добра и зла со стороны, посмотреть, как это решается в жизни другого человека, пусть даже вымышленного героя. И тогда они будут соотносить это со своим личным опытом, принимать важные решения, делать жизненно важный выбор. Вот очень хорошо подтверждают мои слова эпизод из Священного Писания. Царь Давид воспылал любовью к Версавии, жене военачальника Урии, и совершает прелюбодейство, а затем убийство. И вот Господь посылает к нему пророка Нафана. Пророк Нафан приходит к царю Давиду и говорит, рассказывает ему такую историю, что жили два человека, один богатый, другой бедный. У богатого были целые стада, а вот у бедного была одна маленькая овечка. Он ее взял еще маленькой, она пила из его чашки, спала у него на груди, была ему как дочь. И вот когда пришел странник к богатому человеку, попросил у него есть, то он приказал заколоть именно эту единственную овечку бедного и накормить странника. И вот когда царь Давид услышал об этом, он разгнился и закричал, достоин смерти, сделавший это. На что пророк Нафан ответил, ты тот человек, который это сделал. А теперь представим, что пророк Нафан не стал бы не говорить царю Давиду никакой притчи, а обличил бы его, сказал, ты виновен при любодействии, ты виновен в убийстве. Но одно дело, но царь Давид и сам знал, что виноват, знал, что нагрешил. Но одно дело знать, а другое ужаснуться содеянному и глубоко раскаяться. Вот именно искусство, и прежде всего искусство слова, то есть литература, способны пробудить совесть и мысль там, где уже ничто другое пробудить не может. И вот наши участники проекта сегодня вам покажут, как можно вести разговоры, важный разговор на литературном материале. И вы сегодня уедете уже с идеями для классных часов на весь учебный год. У нас будет 9 выступлений, это 9 классных часов с сентября по май. Так что готовьтесь. Ну начнем с простого, близкого и самого теплого. Начнем со сказок. Турищева Ольга Витальевна, учитель английского, немецкого языков, гимназия номер 1 города-курорта Сочи, победитель конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры-2011». Как учителю достучаться до души ребенка? Какие слова подобрать? Как говорить с детьми о важных и сложных вещах? О бессмертной душе, добродетелях, грехе и раскаянии? Вот в литературе есть универсальный жанр, это сказка. Она интересна и детям, и взрослым, бывает доброй, романтичной, философской. Еще народные сказки очень дидактичны. Ребенок учится различать добро и зло, и в такой сказке добро всегда побеждает. Совсем другая сказка авторская. И наверняка, если я попрошу вас назвать имя известного сказочника, то вы назовете обязательно среди многих два имени, это Андерсон и Пушкин. А вот в сказках Андерсона добро не всегда становится явным победителем. С точки зрения современного рационального времени, многие произведения великого сказочника заканчиваются трагично. Ну, например, вспомните, девочка со спичками. В холодный утренний час, в углу за домом, по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она хотела погреться, бедняжка, говорили люди, но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо. А если посмотреть на эту историю с христианской точки зрения? Счастливый ребенок возносится в Царство Божие с любимой бабушкой. Со старшеклассниками хорошо бы на классном часе прочитать и обсудить сказку истории одной матери. Парадокс. Потратив так много сил, пожертвовав многим, мать отказывается забирать у смерти своего ребенка. Почему? Я не пойму тебя, сказала смерть. Хочешь ты, чтобы я отдала тебе твое дитя или чтобы унесла его в неведомую страну? Мать, заломив руки, упала и взмолилась Творцу. Не слушай меня, когда я прошу о чем-то, несогласном с твоей всеблагой волей. Не слушай меня. И она поникла головой. Так о чем же эти истории? А они о христианских добродетелях, о крутости маленькой девочки, о смирении несчастной матери и о послушании воли Божьей. А еще, знаете, порой мы помним содержание сказки Андерсона с детства. И если я спрошу вас, о чем сказка «Русалочка», ну, я уверена, многие ответят, что? О жертвенной любви. А вот вы перечитайте сказку. Любовная сюжетная линия в ней не главная, второстепенная. Однажды «Русалочка» спросила у бабушки. «Если люди не тонут, тогда они живут вечно?» «Как же», – отвечала старуха. «Они тоже умирают, и их век даже короче нашего. Но мы никогда уже не воскреснем для новой жизни. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже после того, когда тело превращается в прах. Вот о чем мечтает «Русалочка» – о бессмертной душе. Но это вовсе не означает, что она не любит принца. Просто небесное блаженство и душа для нее важнее любви земной. На протяжении всего повествования героиня все время произносит именно два этих желания – любовь принца и бессмертная душа, и второй для нее важнее. А помните, как заканчивается история? Нет, вовсе не смерть у «Русалочки». Она присоединяется к дочерям воздуха и получает шанс обрести бессмертную душу, делая добрые дела. Разговор о сказках Андерсона может стать темой классного часа, беседы с родителями, поводом для неспешного вечернего чтения со своим ребенком. Ведь традиция семейного чтения практически ушла из нашей жизни, и, может, стоит попробовать ее вернуть с помощью великого сказочника. Множество открытий сделают для себя не только дети, но и взрослые. Вообще наши ученики отвыкли относиться к книге, как к тайне, которую можно разгадать, прочитав книгу. А ведь именно такой тайной являются сказки Пушкина. Да-да, привычные нам с детства сказки Пушкина. Ну, вы можете спросить меня, что такого таинственного в его произведениях? Ну, например, сказка о царе Салтане. Сказки Пушкина напоминают легкие акварели. Он говорит лишь слово, начинает рассказ, намекает читателю, а мы дальше рассуждаем сами. Например, когда родился Гведун, то посылают гонца к царю с радостной вестью. Ну, самолетов тогда не было, как вы понимаете, поэтому прошло достаточно много времени. А что в это время делала царица? Она за это время крестит сына. Как истинная христианка, она выполняет свою прямую материнскую обязанность. Крестит сына. Почему я так решила? А это рассказал сам автор. Вот мы иногда учителя сетуем, что дети мало читают. Как заставить ребенка прочитать? Я предлагаю. Попробуйте на уроке литературного чтения в начальной школе, на уроке ОРКС, на занятиях кружка во внеурочной деятельности. Загадайте детям загадку. Был ли царевич Гведун крещён? А ответ в тексте Пушкина. Дети перечитают сказку и обязательно найдут ответ. Давайте мы тоже попробуем. Сын подумал. Добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба суп и в тугое сгибает лук. Сокресташ нурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой лёгкой завострил. Ну, я думаю, вы догадались, какое предложение нужное, да? Шнурок шелковый с креста снимает крест на шее было царевича. Или предложите детям на уроке тоже литературы или литературного чтения заняться математикой, вы их явно этим удивите. И растёт ребёнок там не по дням, а по часам. Получается, один день почти месяц. Плавали герой, не один день царевич вырос в юношу. И царица, как любая мама, разговаривала о чём-то с сыном. Чему-то учила, а вот чему? И ответ опять в тексте Пушкина. Попав на остров Буян, царевич, как настоящий мужчина, думает о пропитании, ведь это он добытчик и защитник. Гведон радуется городу, в котором стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей, и святых монастырей, хор церковный, Бога славит. Вот реальное бытие Бога вытекает из текста сказки, ибо Божье присутствие есть во всём. Крещеный царевич стал правителем города, в котором есть церкви и монастыри, чудотворная икона. Да-да, есть, перечитайте текст. Поёт церковный хор. Перед нами образ православного человека. Кто его таким воспитал? Ответ очевиден – православная мама. И к созданию семьи Гведон относится, как истинно православный. Прежде всего, лебедь напоминает ему об ответственности семейного человека за своих близких. Но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнёшь и за пояс не заткнёшь. Пораздумай ты путём. Не раскается потом. Когда царевна соглашается стать его женой, первым делом Гведон ведёт её к матушке. Нет, не представить в качестве невесты, и уж тем более не сообщить, что теперь они будут жить вместе. Такой современный вариант развития отношений. А за благословением. Князь ей в ноги, умоляя, государы не родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. И царица благословляет их чудотворной иконой. Вот сказка о царе Салтане таит в себе ещё очень-очень много открытий. Я назвала лишь несколько. И не только для ребёнка, но и для внимательного взрослого. Всему своё время. Когда-то нам читали сказки. Теперь пришло время читать их вместе с нашими детьми. Потому что сказка – это прямой путь к детскому сердцу и к детской душе. Люди во все времена, в том числе мы с вами, чаще всего задаются вопросом. Откуда в мире зло? Почему болезни, несчастье? Почему у меня проблемы, скорби? Так? Очень мудро на этот вопрос отвечает преподобный Амвросий Опчинский. Раз память его в следующее воскресенье. Так вот, мудрый старец говорит, как не тяжёл крест скорбей, который ты несёшь, но дерево, из которого он сделал, выросло на почве твоего сердца. То есть всё оказывается отсюда. Помните народную сказку о рукавичке? Потерял дед рукавичку. Вот эта сказка, она похожа на притчу о сердце. Дед потерял рукавичку, и в неё налезло всякой живности. Сначала лезли те, чьи размеры сопоставимы с размерами рукавички. Комар-пескун, мышка-нарушка, лягушка-квакушка. А потом уже полезли те, чьи размеры много больше размеров рукавички. И зайчик, и лисичка, и волк. А при чём тут сердце? А при том, что в нём живут вещи самые невозможные, самые неожиданные. Если не боитесь поднять грязь с одного своего сердец, давайте постучим в наши сердца и спросим, кто-кто в рукавичке живёт. И будем готовы услышать и лай, и рычание, и кваканье. Это есть страсти. Святитель Игнатий Бринчанинов, основываясь на святоотеческих писаниях, выделяет восемь главных страстей. Что такое страсть? Хорошо это или плохо? Представьте, что вам подарили щенка бойцовской или служебной породы. Хороший подарок, да? И, ну, конечно же, если собаку воспитывать как нужно, дрессировать, то она станет надёжным другом, верным защитником. Но вот если собаку не дрессировать, то она превратится в злобное, неуправляемое животное, которое будет уже хозяину диктовать условия совместного проживания. Вот точно так же и страсть развивается в человеке. И это очень хорошо показывает русская литература. То есть страсть – то свойство, которое изначально было хорошим и полезным у человека, но неправильно употребляемое человеком стало для него опасным и злым врагом. Вот первая страсть, на первый взгляд, кажется, не страшной. Чревоугодие, когда мы объетаемся, любим поесть, да? Уместно о ней, особенно сейчас, поговорить, когда идёт время Петрового поста, когда нужно воздерживаться. Лето на дворе, овощей надо есть побольше, зелени, сама природа к лёгкости зовёт. Когда у одного бачки спросили, что можно есть в Петровом посту, он ответил так – 14 посланий святого апостола Павла, два послания соборных апостола Петра и книга «Деяния апостолов», где Пётр и Павел – главные действующие лица. Вот ответ на вопрос, что будем вкушать в Петровом посту. Это не просто накрытый стол. Это королевская трапеза из 17 кушаний с пятью или четырьмя переменами блюд. О страсти чревоугодия нам расскажет Сергей Александрович Кровец, победитель конкурса, учитель года Кубани по основам православной культуры 2016, учитель информатики, физики, основу православной культуры, школу номер 17 и 21 Абинского района. Кто же из нас не восхищался яркой фантазией нашего великого писателя Гоголя Николая Васильевича? В вечерах на хуторе Близдиканьки, где галушки, вначале нырнув в сметану, сами прыгают по цику в рот. Впечатляет, не правда ли? А ведь это один из ярких образов греха обжорства в русской литературе, первой страсти чревообъедения. Сегодня мы с вами и наши дети, наши дети, испытываем разнообразные искушения этой страстью. В современном мире царит культ чревоугодия. Дети вместе с нами видят навязчивую рекламу на улицах, по телевизору, по радио, интернету, которая пропагандирует определенный стиль жизни, с которым связано потребление вкусной пищи, напитков, вина и прочих продуктов, служащих к удовлетворению этой страсти. Пропагандируется потребление пищи там, где раньше и невозможно было представить. Совмещение несовместимого, культурного с бескультуреем, например, поедание попкорна при просмотре фильмов. Ты только наслаждайся, не думай, не рассуждай, не анализируй. На этом построен целый бизнес. Для разжигания страсти чревообъедения в нас и наших детях изобретаются пищевые добавки, красители, ароматизаторы, усилители вкуса. Человек в этой зависимости только и заботится о том, как бы вкусно и много поесть, как можно больше заработать, чтобы вкусно поесть, потом отдохнуть и идти работать, чтобы снова вкусно поесть. После порабощения страстью люди борются с последствиями. Здесь тоже несчастье предложений, всевозможных диет, операций, вплоть до разных видов психокодирования. Во всех случаях большая прибыль на страсти чревоугодия. Во вкушении пищи и употреблении вина нет ничего греховного и скверного. Все зависит, как всегда, от нашего отношения к этому действию и от соблюдения меры. Но где же эта мера? Эта тонкая грань, отделяющая естественную потребность от страсти. Она проходит между внутренней свободой и несвободой в нашей душе. Как важно нашим детям донести слова апостола Павла «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Детям на своих уроках мы можем привести пример в русской литературе. Яркий образ подверженной страсти чревообъедения, который описал Гоголь Николай Васильевич в «Мертвых душах». Это Собакевич. Помещик озабочен лишь сохранением своего достатка да изобилием стола. Больше всего он любит хорошо и вкусно поесть. Для него, если свинина, то всю свинью давай на стол. Баранина – всего барана тащи. Гуся – всего гуся. Несмотря на такие положительные качества его, как трезвость рассуждений, прагматичный подход в делах, у него нет самого главного. Это говорит о мертвенности его души. Он ни о ком не говорит доброго слова. Городские чиновники – все для Собакевича мошенники и христопродавцы. Однако это нисколько не мешает ему с ними дружить и вести с ними дела. Лишь бы это приносило доход и выгоду. Гоголь как бы подчеркивает, что победа какой-либо страсти над человеком ведет его к духовной смерти. И как важно обратить внимание детей на то, что грех чревоугодия представляет собой постепенное поедание телом души, в результате чего в человеке меркнет небесное духовное начало, и он становится слепой плотью. Чем же лечится страсть чревоугодия? Мудрые старцы советовали любой страсти противопоставлять в противоположную ей добродетель. Христос говорил, что темные страсти изгоняются только молитвою и постом. Пост – вообще великое воспитательное средство. Одно из значений поста – воспитание воли и подчинение ее духу. Человеку, не привыкшему поститься, дисциплинировать себя, очень тяжело обуздывать страсти, бороться с ними. Как важно дать понять детям, что христианин – это воин Христов, а хороший воин находится в постоянной боевой готовности, постоянно тренируется и обучается, держит себя в форме. Однажды один врач, как-то слушая лекцию по питанию больного человека, невольно воскликнул. Это ведь рекомендации по питанию в пост. Вот к чему пришла современная медицина. Она вернулась к забытой родной матери, монастырской медицине, основными принципами которой были пост, молитва и только потом лечение. А что же сегодня? Ведь сколько предлагаемых диет, обещающих сбросить быстрый вес и излечение от всех болезней. По мнению современных ученых, оказывается, что календарь постов Русской Православной Церкви наиболее оптимален для поддержания здоровья человека и его физической формы. Об этом можно и нужно рассказывать на уроках православной культуры, классных часах по здоровому образу жизни. То, к чему только приходят современные ученые, в церкви все давным-давно открыто и дано нам нужно только уметь пользоваться. Но пост – это не диета. Пост особенно великие подвижники благочестия называли весной души. Это время, когда мы особенно внимательно относимся к своей душе внутренней жизни. У Серафима Саровского есть такой совет унывающим – пожевать хлебушка. Хлебушек, мол, тоску и прогонит. Есть у хлеба такая сила, но на присытившегося человека она не подействует. Нужно уметь поститься и воздерживаться, чтобы понять ржаную горбушку, как милость Божию, и утешиться. Между тем, современная культура презирает воздержание. А вот тоскует человек не меньше. Нужно попробовать старый способ. Затеплить лампаду, положить поклон, не поесть до вечера, почитать Евангелие. Такого человека утешит хлебушек и тоску прогонит. Да что тоску? Он и детей воспитывать умеет. Детям полезно ощутить чувство голода. Не потому, что они брошены и бездомны, а потому, что иначе они не поймут жизни, не сумеют сострадать бедняку, не захотят трудиться. Некоторые портят своих детей обжорством, переборчивостью пищи. Многие испортили их вкус сладостями. Научили спокойно смотреть на тарелки обычного супа, говорить не люблю, не хочу. Есть хорошее старое правило. Если ребенок хочет есть, но отказывается от хлеба, значит он не хочет есть. Нужно дать его аппетиту разыграться. Ведь, как известно, голод лучшая приправа. Если мы не хотим испытывать настоящий, карающий голод, если стремимся достичь спасительной простоты, хотим почувствовать себя детьми Отца Небесного, нам нужно обратить внимание на то, что мы не привыкли замечать. На то, о чем мы часто думаем, как о всегдашнем и непременном. В 2016 году исполнилось тысячелетие русского монашества на Святой Горе Афон. Афонские монахи поделились несколькими простыми, но важными правилами. Регулярное исследование которым позволит дожить до глубокой и счастливой старости и нам, и детям нашим, сохранив прекрасную физическую и умственную форму. Монахи Афона употребляют продукты без консервантов, жиров и специй. Принимают они пищу небольшими порциями в определенное время суток. Занимаются физической работой и другими повседневными делами. А самое главное, умеют воздерживаться. На протяжении всего года едят зеленые салаты, грибы и лесные ягоды. Воздерживаются от рыбы и масла в Рождественский пост, Великий пост, Петров и Успенские посты. В своем питании употребляют в большом количестве овощи, хлеб и макаронные изделия. Для укрепления организма пьют молоко, едят сырые яйца, пироги, приготовленные на масле, но не во время долгого поста. Афонский старец Порфирий советовал употреблять больше лука, моркови и салатов. Действительно, лук является сосудорасширяющим средством. Он очень хорошо действует на сердце, на сосуды, нормализует давление, оказывает положительное влияние на все органы. В салатах много витамина Е, морковь богата витамином А, укрепляет организм и защищает от многих болезней. Один священник, побывавший на Афоне, рассказал о поразившей его картине, написанной по откровению монаха монастыря. Картина висит в комнате для приема гостей монастыря Дахиар на Афоне. Эта картина написана в наше время по мотивам одного бывшего на Афоне в каком-то из монастырей. Один из монахов, работавших на кухне, воровал еду и ел ее у себя в келье вечером, тайно. И однажды после службы, когда все шли на трапезу, в присутствии множество братьев, земля разверзлась, и из земли вылез змей, который поглотил душу нерадивого монаха. На этой картине страсть чревоугодия хищно обвивает тело нерадивого монаха и вырывает его душу из него, чтобы набить свое чрево такими же уже погубленными душами. Святитель Василий Великий говорил, если будешь владеть шревом, то станешь обитать в раю, а если не овладеешь им, то сделаешься добычей смерти. Давайте вместе помогать нашим детям не ослаблять борьбу с пороками и страстями, какими сильными они бы нам не казались. Все страсти, как звенья цепи, связаны друг с другом. Вот чревоугодие влечет за собой следующую страсть – любодеяние. Любодеяние, слово на первый взгляд красивое, но страсть мерзкая. Это блуд. Нам известно много святых, которые боролись с этой страстью. Например, святой Иоанн Гастрадальный на время Великого Поста по грудь закапывался в землю. И вот так весь пост он сидел, но страсть в виде змея жалила его, и все тело его горело нестерпимым огнем. Вот такая брань. А другой святой, Моисей Югрин, у него был от Бога дар – одним ударом посоха исцелять иноков от разбушевавшейся плоти. Мы, конечно, сейчас в землю не закапываемся, но это не значит, что страсть блудная для нас не так актуальна, как сотни лет назад для святых подвижников. И где же нам взять этот посох для исцеления? Приглашаю к микрофону Ольгу Николаевну Логачеву, призера конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры 2016», учителя музыки, основы православной культуры Станицы Медведовской, Тимошевского района. Кстати, школа Ольги Николаевны, да, ваша землячка, школа Ольги Николаевны носит имя Александра Сергеевича Пушкина. В этом учебном году мы будем отмечать 180 лет со дня смерти великого поэта, не забудем об этом. Как может многим показаться, блудная страсть, опасность разврата их не касаются. Почти каждый может сказать, я порядочный семьянин, не изменяю супружескому долгу. Но давайте посмотрим на то, что чаще всего бросается нам в глаза в окружающей жизни, увлекая за собой взгляды и мысли не только нашими, а наших детей. Реклама, витрины магазинов, телепередачи, журналы, газеты, картинки интернет, стиль общения, сленг, анекдоты, модные песенки, тяжелобутены. Само общество, внешний вид людей. А мы, учителя, сегодняшние педагоги, всегда ли выглядим прилично нашего звания? Посмотрите, как выглядели педагоги в разные времена. Есть одна замечательная, а ведь именно это ведет к формированию нормы у наших детей. Глядя на нас, они и свои утверждаются в тех нормах, которые будут потом в их сознании закреплены. Есть одна замечательная книга всех времен и народов, и называется она «Благая весть», то есть Евангелие. И там написано, что «горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Давайте ответим на простой вопрос. Куда будут устремляться мысли физически здорового, зрелого мужчины или юноши, когда он видит соблазнительную рекламу, откровенный танец, модную девушку, а священное писание предупреждает? Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Не прелюбодействуй, так четко и ясно сказал Бог людям в седьмой заповеди еще до нашей эры. Вот где начало страсти, вот с чего все начинается. Через видимое зрение человек впускает соблазн в сердце, а грех приятен и сладок, и легок в усвоении. И вот уже недалеко до телесного искушения. Именно об этом надо предупреждать наших детей. Развитие страсти имеет пять этапов. И это доступно проиллюстрировать даже младшим школьникам на следующем примере. Первый этап развития страсти – это прилог, столкновение с помыслом. Второй – сочетание, принятие этого помысла. Третий – сложение, услождение помыслом. Четвертый – это уже пленение, страстное желание. И пятый – сама страсть, совершение поступка. А вот в старших классах вы можете поговорить об этом на уроках литературы и классных часах на примере литературных произведений. Это и бедная Лиза Карамзина, и Екатерина из Грозоостровского, Анна Каренина, Льва Толстого. Как страсть захватывает человеческую душу и губит ее, мы сейчас вместе проследим на примере Анны Карениной. Итак, первое. Страсть родилась в душе Анны не сразу. Мы уже знаем, что существует пять этапов, через которые проходит ее развитие. Подвижники благочестия говорят, что начинается она с прилога или прирожения. По-церковно-славянски «прирозиться» значит столкнуться с чем-то. Прилог возникает в сознании человека от впечатлений, увиденного или услышанного. В романе это происходит во время первой встречи Анны с Вронским. Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Прилог приходит помимо воли человека, совершенно случайно. Такими встречами-столкновениями наполнен почти каждый день нашей жизни. Но человек волен в том, принять прилог в сердце или отринуть его. Анна и Вронский не отринули, приняли. Если прилог принят, он уже обдумывается, делается своим. Называется этот этап сочетанием или собеседованием с помыслами. Вот цитата из романа. Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Третья стадия – это склонение к помыслу или сложение. Когда воля настолько подпала под влияние греховной мысли, настолько сроднилась с ней, что человек уже готов перейти к действиям. Грех уже наполовину совершен в мыслях. Лех Николаевич Толстой прекрасно описывает это погружение Анны в страсть. Цитата. В тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного. Напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. Затем происходит пленение страстью. Она, по овладевшей ею грустью, ясно поняла, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни. А вот после этого очень быстро происходит падение в страсть и совершение поступка. Толстой моралист очень серьезно и строго показывал, как Анна сама, погружаясь в страсть к Вронскому, постепенно губит себя, свою душу, как опустошение и ожесточение по ее вине овладевают ее сердцем. Анна совершила ошибку в самом начале. И эта страсть искалечила много жизней, в том числе ее жизнь. Смысл романа заключается в апостольских словах. «Блюдите, яко опасно ходите». То, что измены приняты в развращенном обществе, это не самое страшное. Страшнее другое. На что указывает нам писатель. Искушению плоти подвержен любой, даже очень хороший и семейственный человек. Это роман не только о том, как погибла женщина, бросившая ради любовника свою семью, но и о том, что отношения между мужчиной и женщиной – это минное поле, где без рассудительности, без внимания к своей душе и веры, очень легко оступиться, искалечив и свою, и чужую жизнь. «Блюдите, яко опасно ходите». Детям надо донести, что средство борьбы со страстью любодеяния – это хранение целомудрия и чистоты помыслов, чистоты души и тела. Надо сознательно стараться ограждать свое зрение и слух от всего развратного и соблазнительного, контролировать все мысли и чувства. Если ребенок предупрежден, он вооружен на борьбу против страсти, и это понимание легко дать через сравнение с природой. Ну, например, соблазны – они как дождь и ветер, они всегда были и будут. Но если человек знает, как защитить себя, то он наденет пальто, раскроет зонт и защитится от холодной болезни. Дождь и ветер – это бушующие в мире страсти. Защититься от них, отразить их вовремя – и нет тебе вреда. Плащ целомудрия и зонт, как щит веры для отражения помыслов – вот средство спасения. Лучшее средство от страсти любодеяния – это научить детей любить по-настоящему. И в этом нам поможет художественная литература со светлыми образами чистых целомудренных сердец С Машей Мироновой из «Капитанской дочки Пушкина», Татьяны Лариной, Марью Болконской из «Войны и мира» и многих-многих других. От целомудрия рождается любовь, а от любви – бесчисленное множество благ. Не любодеяние должно овладевать нами, а только самая чистая, светлая, святая любовь. Еда, блудные соблазны – что следующее, представляющее опасность для наших детей? Деньги. Вернее, пристрастие к ним. И третья страсть – страсть сребролюбия. В Гефсиманском саду Христос назвал его своим другом. На иконах страшного суда его изображают сидящим на коленях у дьявола. Он ходил за Христом и носил ящик для денежных пожертвований, был кем-то вроде бухгалтера. Его нутро – сребролюбие, его имя – вор. Мы ни разу не можем причаститься, чтобы не вспомнить о нем. Небо врагом твоим тайну повем, нелоб заняти дам, яко иуда. Говорить о нем много не нужно, но и забывать о нем не стоит. Главное – не быть на него похожим. О пагубности, страсти, серебролюбии. Кондоурова Надежда Геннадьевна. Финалист конкурса, учитель года Кубани по основам православной культуры 2013. Учитель русского языка и литературы. Школа номер 2 Станицы Павловской. Говорить о серебролюбии сегодня – это все равно, что рассказывать вам сейчас о том, что такое жара в июле. Этой страстью поражены многие из нас. Но мир устроен так, что за наш труд мы получаем деньги. Святитель Григорий Паламам, рассуждая о серебролюбии, говорит так. Это болезненная страсть, которая проистекает не от бедности, а от безумия. И далее напоминает, что сам Господь назвал безумным того, кто хотел разрушить свои житницы и построить большее. Смеребролюбие не есть обладание богатством. Это страстная любовь к этому богатству. Человек, пораженный этим грехом, не обязательно будет богат. Можно быть очень богатым и умело распоряжаться своими средствами. А можно быть бедным и мечтать, мечтать о богатстве, лелеять эту мечту. В Библии много говорится о богатстве. Многие, наверное, вспомнили сейчас слова Спасителя. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богачу войти в Царствие Небесное. Так что же, выбор неизбежен. Богатство или закрытое на веки Царствие Небесное? Или бедность, как билет туда? Вовсе нет. Важно отношение человека к материальному достатку. А что обычно в жизни мы видим? Чем богаче человек, тем сложнее ему делиться с окружающими, видеть то, как страдают окружающие. Напомню вам еще один эпизод из Евангелия. Некий человек спросил Христа, как наследовать жизнь вечную? Следуй заповедям. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Спаситель предоставил выбор человеку. Остаться с тем, что ему дорого, к чему он привязан, или выбрать. Выбор между земным и небесным, материальным или духовным, всегда сложен. Наши ученики не владеют имуществом. А малыши вообще не задумываются, откуда все берется. Но ведь сребролюбие, это не обязательно любовь к деньгам. Наверняка каждый из нас к первому сентября, к дню учителя, на последний звонок, как минимум, покупает себе наряды. То есть украшает себя. Так вот, еще один пример из жизни. Когда мы ходим в магазин, мы не всегда покупаем то, что нам необходимо. А иногда поддаемся на такие заманивающие слова, как скидки, распродажа. Не правда ли? Если вы поговорите со своими старшеклассниками о моде, то они вам часами будут рассказывать о популярных марках, о модных новинках, где и сколько эти модели стоят. Обязательно скажут, что шкаф их полон, а проблема не решена. Надеть-то нечего. Вот он, грех сребролюбия, любовь к вещам, модолюбие. Это одна из разновидностей этой страсти. Наверное, не осталось такой семьи, где бы не было детей, которые просили купить телефон или планшет. И очень часто они просят родителей, бабушек, дедушек купить новый. Не потому, что старый пришел в негодность, а потому, что у его друзей есть новая модель, и ему хочется. И родители поддаются влиянию детей, уступают им, и не догадываются о том, что они совершают огромную ошибку. Ведь те, кто предлагает детям новые гаджеты, в которых есть возможность выйти в интернет, и сидеть в этой паутине, которая действительно затягивает, ведь это огромная ошибка родителей. Мы думаем, если наш ребенок дома, он спит в своей кровати ночью, да, и все в порядке, но мы не знаем, где он, какие сайты он просматривает, в какие группы он вступает, вообще в каких сообществах он находится. Поэтому я думаю, каждый из вас, помимо того, что учитель, еще является родителем. И поэтому это пример беседы с родителями, как профилактика суицида, с родителями, с детьми, тема для беседы. Вам нужно задуматься о том, что происходит с ребенком, чем он живет. Если вы заметили, что он рисует символы, такие как бабочка или кит, то вам нужно задуматься, потому что это символы сообщества самоубийств. И помните о том, что сребролюбцы на нас с вами зарабатывают огромные деньги. Им вовсе не важно, что вырастет из наших детей, кем они станут в дальнейшем. Как же распознать этот грех в себе? Если у меня есть все, что необходимо, а я хочу еще сверх того, постоянно думая о какой-то вещи, мечтаю о ней, то я больна сребролюбием. Грех становится страстью, человек уже душой и помыслами принадлежит не Богу, а греху. Вы скажете, тема эта не нова. И действительно, я с вами соглашусь. Вот что об этом говорится в произведениях классической литературы. Обратимся к Пушкину. Маленькие трагедии. Вот как скупой рыцарь говорит о власти, данной ему золотом. Я царствую. Век без возраста и корней он не выглядит несчастным, как в театре наблюдает за людьми, которые зависят от него в данный момент, считает себя истинным властителем Парижа. Этот ряд литературных героев, которых погубило сребролюбие, можно продолжить. Плюшкин, коробочка. Все они страшны и жалки одновременно. Ведь эта страсть ненасытна. Им всегда будет мало. Грех перешел в самое страшное проявление. Стал страстью. И в основе этой страсти лежит маловерие человека. Мы купим на черный день, на всякий случай. Но ведь Спаситель говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Но очень часто, именно по своему маловерию, мы начинаем искать вот эти сребреники. Как же бороться с грехом сребролюбия? Сребролюбие лечится нестяжанием. Странное и непонятное слово для наших учеников. Было бы полезно предложить им поработать со словарем, дать детям задания домашние, может быть даже, выписать значение слова из словаря, подобрать синонимы, составить предложения. Глядишь, и не придется в старших классах переводить с русского на русский. Ведь понятие нестяжания глубже, содержательнее знакомого нам слова бескорыстия. Преподобный Нил Синайский отвечает на этот вопрос просто и коротко. Мерою приобретения должна служить потребность. Как сложно и нам, и нашим ученикам жить по этому правилу, не правда ли? Но дорогу осилит идущий. Совсем недавно закончилась серьезная пора в любой школе, закончились экзамены. Наши ученики выбирают будущую профессию, поступают в учебные заведения. По каким критериям идет выбор? Интересно? Почетно? Выгодно? Что ребенок поставит на первое место? Для человека естественно и непредосудительно желать, чтобы у него было все необходимое и при этом хорошего качества. Но весь вопрос в том, какую цену он за это заплатит. Нельзя, чтобы этой ценой стала вся жизнь, сердце человека, весь человек. Святитель Николай Сербский говорил так. Зло боится света, человеческого суда. Творящие зло любят пути мрачные и беспросветные. Безбожники действуют из тьмы, не переставая заявлять. Не наших рук это дело. Точно кроты, роющие под землей, но утверждающие обратное. Но ведь если кротов не видно, то норы безобразно зияют. Исцеляя слепорожденного, Господь сказал, «Я свет миру». Сверхзадача любого учителя воспитать не человека крота, а человека, стремящегося к свету. Ведь именно нам, учителям, которым не все равно, кто вырастет из наших детей, важно, какими людьми они станут. Четвертая страсть – это гнев. У Василия Макарачева Шукшина есть рассказ «Обида». Начинается он с того, что человеку нахамили. Он пришел в магазин с маленькой дочкой, и продавщица приняла его за хулигана, который накануне здесь устроил пьяный дебош. Вот его на глазах у дочки опозорили, оскорбили ни за что, и вот рассказ заканчивается страшной картиной. Главный герой бежит домой, чтобы взять молоток и проломить голову обидчикам. И лишь счастливая случайность не позволяет ему это сделать. Вот такой гнев в нем подняла несправедливая обида. И вот симпатичный и добрый человек едва или едва не стал убийцей. Конечно, продавщица и равнодушные покупатели, которые поддержали, виноваты. Человека обижать нельзя. Но вот обиду воспринимать можно очень и очень по-разному. Можно взяться за молоток, а можно заглянуть в свое сердце. Вот именно это мы посоветуем нашим ученикам. Заглянуть в свое сердце и ужаснуться той мути, которая в нем подняла несправедливая обида. И вот как раз в этом состоянии и хорошо оценить свою болезнь. Насколько страсть укоренила в том сердце корни. Что посоветуем ученикам? Поделимся с ними словами преподобного, святого праведного Иоанна Кронштадтского, которые кажутся парадоксальными. Батюр Кронштадтский говорит, что нельзя ненавидеть врагов твоих, потому что это не враги твои. Они твои врачи. И эти добрые люди, так он говорит о врагах, эти добрые люди, они не тебя бьют, не тебя злословят, а твою страсть. Вот ту змейку, которая поселилась в твоей душе, и не своими колкостями ее выгонят, и сердце твое не будет болеть. Вот такая высота. Следующая страсть – это печаль и уныние. Наш мир, современный мир, вообще унывающий. Депрессии, нежелание жить, какая-то расслабленность, пустота – это болезни нашего времени. Вообще пустота – это хорошо, просто пустота. Помните, Винни-Пух пел. Вот горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется, то есть его можно наполнить. А современный человек, пусть специфически, вот льешь – не наполняется. Учителя понимают, о чем я. Поверхностность в суждениях, неспособность надолго увлечься чем-то серьезным, хорошим, апатичность, ранняя усталость от жизни – вот это приметы наших учеников, к сожалению. Избыток ли информации нас изнуряет, обелели бытовых удобств – не знаю. Но и в отношении нравственности и веры мы тоже рискуем стать никакими. Для Христа даже холодный лучше теплого. О, если бы ты был холоден или горяч, а так как ты теплый, а не горячий, не холоден, изгверну тебя из уст моих. Так говорит Христос. Теплота растающего масла, вот какой-то потекшей сладости, чего-то съестного, которое потеряло вид и вкус, мыслиться при словах о такой неприятной теплоте. У римляне о таких людях говорили. Это дважды сваренная капуста. И Господь грозится выплюнуть, по-славянски, изблевать именно такового. Об унынии и о борьбе с ней Виктория Викторовна Шушарина, победитель регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя-2012», учитель русского языка и литературы, армавирского техникума, технологии и сервиса, почетный работник профессионального образования. Не удивляйтесь, я предлагаю вам познакомиться с лидерами фармацевтического рынка России. Вы видите, что препараты для лечения заболеваний нервной системы значительно опережают по объему продаж все другие группы лекарств. Лечимся сами, лечим детей. Отчего? Так Динаида Гиппиус в начале XX века поэтически определила то, что современные медики называют сегодня депрессией. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По ее прогнозам, к 2020 году именно депрессия станет, как ни странно, убийцей номер один. Еще не так давно пик заболеваний приходился на возраст между 30 и 40 годами, а сегодня депрессия очень помолодела. А знаете, как по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения люди чаще всего спасаются от подобного состояния? Телевизором, музыкой, алкоголем, спортом. Но получается очевидный замкнутый круг. Мы с вами, взрослые люди, и прекрасно понимаем, что ни телевизор, ни еда не спасают от мучительного недуга души, как его называл Николай Алексеевич Некрасов. Я предлагаю назвать вещи своими именами и подумать, как если не остановить эпидемию в целом, то хотя бы помочь себе и нашим детям. Владимир Высоцкий писал «На душе моей гадостно, и живу я безрадостно». Несмотря на статистику, уныние вовсе не признак современности. Литература во множестве запечатлела признание и жалобы на бессилие, томление, душевную пустоту. И на уроках литературы вы обязательно поговорите об этом с детьми. Обратите внимание, заострите, сделайте это поводом для обсуждения, помогите им выйти на правильный путь. Вот Петр Вяземский восклицает «Уныние, с коим я делю печаль и радость, единый друг обманутой души, под сумраком твоим моя угасла младость, пускай и полдень мой прокрадится в тиши». Ему вторит Боротынский «Того не приобресть, что сердцем не дано, не вспыхнет жизнь в крови остылой, одну печаль, уныние одно способен чувствовать унылый». А Федор Иванович Тютчев, помните, с горечью признал «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обредше ропщет и бунтует». Известный писатель Михаил Зощенко в автобиографической повести «На восходе солнца» рассказывал о чудовищной хандре, которая изводила его с юности. За два года он сменил 12 городов и 10 профессий, спасаясь от этой муки, отдался в руки врачей, но каждый день, а ему было всего 27 лет, был по-прежнему ему в тягость. Не правда ли, как это похоже на хорошо знакомую нам со школьных лет горечью Евгения Онегина? «Зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем нехилый я старик, как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, создатель! Я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска, тоска». Обязательно поговорите с детьми об этих поразительных предпочтениях. Евгению даже тяжелая физическая рана, даже паралич кажутся осмысленными. Потому что, по крайней мере, эти физические немощи объяснимы. А вот как объяснить самому себе внутреннее умирание при внешне здоровом и крепком теле? А ведь это же ключ к образу Евгения Онегина. Особенная тема – некоторые тоскующие и бездействующие чеховские герои. Чего греха таить? Ведь некоторые отдельные читатели узнают в них себя и свою боль. И вслед за Ириной из трех сестер повторяют, презираю все, что только мне дают делать. Все кажется, что уходишь от настоящей, прекрасной жизни в какую-то пропасть. И как я жива, как не убила себя, до сих пор не понимаю. А ведь это наиважнейшая тема для разговора. Протяните мостик от литературы к жизни. Пусть прозвучат эти острые вопросы, постарайтесь дать на них мудрые ответы. Вернемся к Зощенко. Он взялся за письма и дневники авторов и делал выписки. И собрал целый том. И в конце концов он восклицал, что за страдание, которому подвержены люди, откуда оно берется? Как от него избавиться? Как его лечить? Чтобы бороться, надо признать, что уныние, расслабление, омертвение души и тела – это следствие охлаждения духовной жизни. Вспомним наших литературных героев. Все, что угодно, они готовы принять за спасательный круг, кроме главного. А чтобы нам навести порядок в своей жизни, надо помнить слова блаженного Августина и как можно чаще повторять их себе. Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Молитва и церковные таинства – вот благодатная помощь и главное лекарство. Преподобный Макарий Оптинский дал самый короткий, но самый действенный совет. Нападет на тебя тоска? Читай Евангелие. И святитель Игнатий Бринчанинов тоже наставлял бороться с унынием молитвой к Богу. Святой Паисий Святогорец замечательно сказал. Монахи – это радисты церкви. Они своей молитвой устанавливают связь с Богом. Вот так и нам, дорогие коллеги, нужно, как подступает уныние, слать радиограмму за радиограммой, посылать сигнал СОС. Вы видите на экране тексты вот таких телеграмм. Не читайте их с холодным сердцем. Они нужны нам с вами, каждому из нас. Они нужны нашим детям. Противостоять унынию, как говорят святые отцы, нужно доброделанием. Это очень важно – понуждать себя посильно трудиться. Древние подвижники благочестия замечали, что бесы уныния не могут даже приблизиться к тому, кто никогда не сидит праздным. Если говорить о литературном материале, то давайте вспомним, как Константин Левин после отказа Китти лечился от уныния и отчаяния. Трудом от зари до зари. Таким, когда уже не было сил печалиться и о чем-то думать. Действительно, так и есть. Трудишься, почувствуешь облегчение. Конечно, чем больше пребываешь в неге и расслаблении, тем больше привыкаешь к этому состоянию. Еще мысли приходят – брошу, не получится, не сумею. Я думаю, что и к детям нашим такие мысли приходят, когда перед ними какой-то серьезный труд. Так вот, обсудите с ними, приведите им притчу из Отечника святителя Игнатия Бринчанинова. Один человек имел поле, которое поросло тернием. И вот он послал своего сына на это поле, чтобы тот очистил его. Молодой человек пришел на поле, увидел, сколько ему предстоит трудиться, огорчился, смутился, лег и заснул. Отец пришел, увидел спящего сына, разбудил и сказал ему, «Если бы ты каждый день очищал хотя бы по тому небольшому участку земли, размером с тот, на котором ты спал, то поле вскоре было бы очищено, и ты не стал бы непослушным сыном». Так молодой человек и сделал, и вскоре, за короткое время, очистил поле от сорняков. Вот так и мы с вами, молясь, понуждая себя, понемногу, но упорно должны вести борьбу с унынием, вытягивать себя за волосы из болота уныния и тоски, как, помните, делал это Барон Венхаузен. Уныние может подступить незаметно, и мы должны быть очень внимательными к себе. Если вдруг мы начинаем быть излишнеобщительными, откладываем дела для того, чтобы долго сидеть в социальных сетях или говорить по телефону, то вот уже опасность. Может быть, это уже симптом уныния. Такая иллюзия полноты жизни – это общение. А какая она истинная полнота? Конечно, с Богом. «Дай руку мне, Отец, прошу, дай руку мне. Не устрашусь я горней высоты. С чем встречусь я, с блаженством или мукою, Ко благу все, поскольку рядом ты. Дерзаю доверять тебе отныне я, Тебе ли путь души моей не знать? Прощай, мое лукавое уныние, И здравствуй, моя Божья благодать!» Седьмая страсть – это страсть «Чеславия». У Антона Павловича Чехова есть замечательный рассказ. Называется «Радость». В нем рассказывается, как о каллижском регистраторе Мите Кулдарове, который прибегает домой и с бурным восторгом рассказывает родным, что о нем написали в газете. Речь в газетной заметке шла о том, что он пьяный, попал под лошадь, и еще ему ударило полбу оглоблей. Но даже такая сомнительная популярность его не смущает. Когда дети читают, они хохочут, но признаются, что их тоже не смущает сомнительная популярность, тоже узнают себя в Мите, потому что делают бесконечные селфи. «Вот я проснулся, вот я умываюсь, вот я яичница». Выкладываются в соцсетях, и уже о них узнают, чтобы о них узнал не только вся Россия, а весь мир. В этом разговоре хорошо им привести слова преподобного Ава Исаии, который говорит, «Горе нам, что мы, исполненные всякой скверной, услаждаемся похвалами человеческими». По размышлятельным стихотворениям Бориса Пастернака, который правильно называется, «Быть знаменитым некрасиво, обратив внимание на строчки, позорно, ничего не знача, быть причиной устах у всех». И это очень важно делать, потому что в наше время опознятие тщеславия уже не считается негативным качеством. Даже говорят, вот у этого человека здоровое тщеславие, а тщеславные побуждения карьерного роста называются амбициями и считаются полезным качеством работника. Но в христианстве тщеславие все-таки расценивается как порог, как страсть, которую очень легко себе развить, но вот побороть его трудно. К микрофону приглашаю Надежду Викторовну Тананко, победителя конкурса, учитель года Кубани по основам православной культуры 2006, заместителя директора по учебной методической работе, учителя музыки, основы православной культуры в школу номер 66 города Краснодара, заслуженного учителя Кубани, известного кубанского композитора. Тщеславие – самая скрытная из всех душевных страстей. Она более всех других маскируется в сердце человека, доставляя ему удовольствие. Слово тщеславие произошло от словосочетания «тщетная слава». Тщетная – значит суетная, пустая, напрасная и бесполезная. Почему бесполезная? Потому что тщеславие – это двойной обман. Тщеславный обманывает и окружающих, и себя. Вы спросите, как? Внешне он благочестив, но боковым зрением все время смотрит на окружающих и ждет оценки и похвалы, и обижается на любые замечания. А как же тщеславный человек обманывает себя? Совершая добрые дела ради людской похвалы и славы, он думает, что явится на суд Божий с большим духовным багажом, а фактически багаж окажется пуст. Феофан Затворник очень точно называет тщеславие домашним вором, который подкрадывается незаметно и похищает у нас тот труд, который мы затеяли ради Бога и ближнего. Ведь трудящийся ради славы и похвалы людской уже получает награду здесь, а значит, не получит ее от рук Творца. Можно обмануть и себя, и окружающих, но Бога обмануть невозможно. Святейший Патриарх Кирилл в одной из своих проповедей говорит о том, что в наше время этот грех стал всеобъемлющим, особенно потому, что каждый сегодня имеет возможность выразить свое мнение, в том числе через социальные сети, а уж это настоящая ярмарка тщеславия. Преподобный Амвросий Оптинский предупреждал, что ничто так не препятствует успехам в духовной жизни, как тщеславие, которое не дает нам покоя, подстрекая кревности и зависти, которые метут человека, возбуждая в душе бурю помыслов. Как же воспитывается тщеславие? Этому способствуем мы, родители и учителя. Давайте вспомним, как мы обращаемся к маленькому человеку. Какой ты у нас хороший, самый лучший, радость ты наша. Ну и много еще такого, да? Восторг плещет через край. Такие эмоции ребенок воспринимает как норму и формируется страсть. А как мы наряжаем детей? Они еще ничего не понимают в нарядах, в фирмах, в качестве ткани, в моде, тем более им безразлична цена вещей. Все это понимаем мы. И важно это для нас, для нашего тщеславия. Мы приучаем детей любить наряды, игрушки, повышенное к себе внимание. И мало задумываемся, во что это превратится с возрастом. И сможет ли ребенок потом обойтись без всего этого. А вот типичная картина, знакомая, увы, я думаю, многим. Папа играет с сыном. Чтобы вызвать в ребенке интерес, он поддается. И каждый раз проигрывает. Довольный победитель кричит от радости. Мама хвалит малыша. Тщеславие подогревается с каждой победой. Всем весело. Возникает впечатление семейной идиллии. Но вот отец выигрывает у сына. Три секунды стоит немая тишина. И раздается истерический вопль проигравшего. Папа требует немедленно успокоиться, а сынок заливается слезами. Этот пример показывает, как выпистыванное годами тщеславие любит первенство и похвалу. И не переносит поражения и обиды. Что же мы, родители, делаем? В первые же годы жизни мы закладываем в детей мины, которые потом обязательно будут взрываться, жестоко травмируя детей и поражая нас самих. Система стремления к успеху действует и дальше, в детских садах и школах. Хорошие оценки – это всегда похвала, доска почета. А как дети реагируют на это? Получил хорошую оценку? Приятно. Появился конкурент? Родилась зависть. А если вместо привычной пятерки вдруг тройка, а то и двойка, тогда целая трагедия со слезами и обидой на учителя. Вот вам и тема для классного часа – разговора на родительском собрании. Конечно, родители и учителя должны следить за успеваемостью ребенка, это обязательно. Но чрезмерно поощрять за работу опасно. Иначе потом не похвалишь – вообще ничего делать не будет. Нередко за хорошую учебу родители стремятся еще и наградить ребенка, кто сладостями и подарками, а кто и деньгами. Мы сами приучаем детей трудиться за вознаграждение. И даже дела по дому порой исполнять за выгоду. Так тщеславие с детских лет буквально въедается в душу человека, пропитывает ее насквозь. А потом тщеславный постарается сделать все, чтобы произвести впечатление. Использует любые способы, чтобы преодолеть препятствия. Вплоть до самых грубых и противозаконных. Как не остановился перед грехом убийства Антонио Сальери в трагедии Пушкина. А что породило в Сальери эту всеобъемлющую зависть? Как вы думаете? Страсть тщеславия. А Моцарт? Ведь он познал славу и почести с раннего детства. Вот он как раз мог бы легко заразиться тщеславием. Но эта страсть была ему чужда. И Пушкин приводит удивительный пример. Идя к Сальери, чтобы показать ему свое очередное гениальное творение, Моцарт останавливается у трактира и с удовольствием слушает неумелую игру слепого скрипача. Потом он просит его сыграть для Сальери, вы помните, да? Который произносит с высокомерием и возмущением. Мне не смешно, когда маляр негодный, мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный, пародии бесчестит Али Гьери. Пошел, старик! Вот разберитесь с ребятами этот эпизод, в котором мы видим два совершенно разных отношения к человеку. Холодное и надменное презрение тщеславного Сальери и добродушие и сострадание гениального Моцарта. Как же бороться с этой страстью? Первый помощник в этом – противоположный добродетель – смирение. Посоветуйте ребятам не только не обижаться, но поклониться в ноги обидчикам, как воспитателям, которые вовремя подрезают крылья нашему тщеславию. Обиду нужно гасить, пока пламя не разгорелось. Нужно постараться поскорее забыть ее или изменить свое отношение к критике. И тогда обида быстро пройдет. Но есть и еще одно средство борьбы с тщеславием. И о нем говорит Максим Исповедник. Ничто так не разрушает тщеславие, как тайная добродетель и частая молитва. Подтверждение сказанному находим в Евангелии от Матфея. И можно привести ребятам поучительный рассказ старца Паисия Афонского. В одном монастыре Греции был обычай – за трудную работу давать братьям немного денег. Монахи хотели потрудиться больше, а полученные деньги раздавали бедным. Так делали все. Только один монах поступал по-другому. Никто никогда не видел, чтобы он подавал милостыню хотя бы одному бедняку. И его за это прозвали Жадиной. Проходили годы. Вот скупердяй, думали другие монахи. Но вот Жадина умер. Когда в окрестных селениях узнали про его смерть, в монастырь стали стекаться все жители, чтобы попрощаться с ним. Они оплакивали его и сожалели о его смерти. А братья удивлялись. Что сделал вам доброго этот человек, если вы так оплакиваете его? Один крестьянин сказал, он спас меня. Другой добавил, и меня. Оказывается, монах, которого прозвали Жадиной, копил деньги и покупал валов самым бедным крестьянам, чтобы спасти их от голода и бедности. Как же были удивлены все те, кто считал монаха Жадиной? Может быть, с этого разговора начнутся ваши негромкие и добрые дела, о которых не напишут в школьной газете, на сайте школы. Ведь начинается тщеславие с мелочей. Кому-то похвастались добрым делом, где-то с радостью приняли похвалу и лезть. А там уже недалеко до того, чтобы страсть поселилась в нашей душе. Чтобы этого не произошло, будем отслеживать тщеславие в самом начале, относиться к своей персоне критично и почаще произносить «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Кстати, вот эти слова, на них остановлюсь. Недавно, буквально 12 июня, в День России, в Кремле вручали государственные премии. Вот выходили к президенту за премии деятели искусств, культуры, науки, и потом в ответном слове каждый из них благодарил. Кто-то маму, кто-то папу, кто-то был благодарен жене или коллективу, в котором работает, вышел наш Виктор Гаврилович Захарченко. Получил премию, а потом подошел к микрофону и сказал «Не нам, не нам, Господи, но имени Твоему дашь славу». Это руководитель прославленного на весь мир коллектива. Переведите детям этот пример. Может, цветы для них далеко и непонятны, или они подумают, ну это же святые. А это Виктор Гаврилович, наш земляк. Следующая страсть, последняя, восьмая, гордость. Если наши ученики изучают основы православной культуры или посещают занятия в воскресной школе, то им не стоит доказывать, что гордость – это грех, это порог. Но вот остальным детям нужно объяснить, потому что мы тут мнение, что гордость – это такой кодекс чести, это знак того, что ты не животное, не тварь дрожащая, а право имеешь. Но не гордиться, а смиряться, зовет нас сам Господь Иисус Христос. Он говорит, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Научитесь у меня, говорит Христос, у меня, молодого, красивого, совершенного человека. Это говорит не старик, которого согнули болезни, потому что мы обычно слышим. Ну вот постареешь – смиришься. Жизнь тебя побьет – поймешь. Поживешь свое – узнаешь. Это правда, потому что мы приобретаем разум и опыт только с годами, с потерями, с болезнями. Как писал Иосиф Бродский, так и буду здесь жить, теряя волосы, зубы, глаголы, суффиксы. То есть выпадают волосы, расшатываются зубы, сгибается спина, скрипят колени, сыпется песок, и ты смиряешься. Никуда деться, на твое место стал молодой. А вот во Христе ничего такого не было. Он смиренный не потому, что он старый или больной, или слабый, или ничтожный. Он велик, он может все, но он смиряется. И это удивительно. И этому удивительному нужно самим учиться и учить наших учеников. Вот сейчас мы поговорим о гордости и смирении. Постараемся в этих вопросах разобраться, до конца, конечно, не разберемся. На это нужно потратить всю жизнь. Турищева Ольга Витальевна. Помните, один из героев Горького говорит, «Человек – это звучит гордо». И у Маяковского, у советских – собственная гордость. Вот современному человеку постоянно внушается, что он должен быть первым, лучшим, что позорно быть неудачником, который ничего не достиг в жизни. Но каждый православный человек скажет, «Гордость – это большой грех». Как же помочь ребенку разобраться, что такое гордость, научить его, что гордость – это источник гнева, жестокости, раздражительности и злобы. Прежде всего, стоит рассказать о том, что грех гордости – это грех самого дьявола. Это его качество. Это то, чем как болезнью или как вирусом заразился человек еще в райском саду, когда захотел быть как Бог. Отцы благочестия называют ее семенем сатаны. Гордость – это болезнь, болезнь духовная. И, как у каждой болезни, у нее есть свои симптомы. Дети могут спросить, «Мама говорит, что я хороший и скромный, как же распознать в себе гордость?» Живший в XIX веке архиепископ Нижегородский Иаков дает такой ответ, «Чтобы понять, ощутить ее, замечай, как будешь ты себя чувствовать, когда окружающие сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде всего не мысль кротко исправить ошибку, а не удовольствие и гневливость, то знай, что ты горд. И горд глубоко. А святой праведный Иоанн Кронштадтский советует, крепко наблюдай за проявлением гордости. Она проявляется незаметно, особенно в огорчении и раздражительности на других, из-за самых неважных причин. Я помогла товарищу, меня не поблагодарили. Покормила бездомного котенка, а никто не называет меня героиней. Вот оно, начало гордости. Первые признаки тяжелой болезни. И раздражаюсь-то я не на себя, а на других, ведь это они не заметили, какая я, оказывается, замечательная. Святитель Дмитрий Ростовский в книге «Духовный алфавит» о гордости пишет так. «Не будь гордо величав, да не уподобишься бесам. Где бы и когда ни случилось падение, его всегда предваряла гордыня». Но как часто мы учителя слышим, особенно от подростков, родители меня не понимают, одноклассники не принимают, чего-то мне не разрешают. Слышите эти бесконечные «я», «мне», «меня», не Бог, а «я» стоит в центре мироздания такого ребенка. У Лермонтова в драме «Маскарад» есть, на мой взгляд, страшное проявление человеческой гордыни, доведенной до абсолюта. Это финальная сцена в доме Евгения Арбенина. Тело Нины еще не предано в земле, и в одной из дальних комнат находит Арбенина, незнакомец, и говорит ему, бросает ему в лицо, открыто говорит, что ты убийца, и твоя жена не виновата. Но ни страха, ни раскаяния, ни сожаления. Я мигом побежден, обманут я шутя. И под топор нагнул спокойно шею? А вы не разочли, что есть еще во мне присутствие ума и опытности сила? Говорит Арбенин. Вы обратили внимание, герой все время говорит, «Я мне, у меня». Даже имени жены он еще ни разу не произнес. Арбенин сходит с ума. Но прежде этот гордый ум успевает бросить обвинение самому Богу. Я говорил тебе, что ты жесток. Человек-убийца обвиняет в жестокости самого Творца. Вот перекладывание вины на других – это еще один симптом болезни по имени гордыня. А другой ее признак – это потребительское отношение к Богу и к окружающим. Дайте мне. Почему не я? Где любовь? Когда мы слышим эти слова, значит, человек заражен гордостью. Вот попробуйте на уроке разобрать с детьми как литературный источник одну молитву. Слова ее могут стать даже советом родителям, которые часто жалуются, вот я сама классный руководитель, жалуются на свое чадо эгоиста. Она может стать лекарством против гордости. Господи, научи меня, чтобы не меня любили, а я любил других. Не чтобы меня утешали, а я утешал. Не чтобы меня понимали, а я научился понимать других. Видите, в чем разница? Не мне дайте, а чтобы я научился отдавать. Итак, начало всякого греха есть гордость. Гордость, как грех, никогда не бывает одна. Она порождает целую вереницу с ней связанных других грехов. Гордый человек ищет похвалу, других презирает, обижается. Но как и главное, чем лечится грех гордости? Первое лекарство – это смирение. А противоположность гордости – это главная Христова заповедь – любовь. Святитель Лука Крымский говорил, а что значит подлинно любить человека? Все возвышенное трудно поддается логическому определению. Как сказать, что такое христианская жизнь в любви, если ее сила проявляется в терпении? А еще христианская любовь всегда жертвенна. Она говорит, не дай мне, а отдаю тебе. Например, в «Преступление и наказание» Достоевский раскрывает читателю именно жертвенную любовь к сестре, к брату, мужчины к женщине, матери к сыну. Как важно показать нашим ученикам, что Думни соглашается на брак с Лужиным ради брата, а ее мать отлично понимает, что она жертвует дочерью ради своего перденца. Вот святитель Николай Сербский однажды сказал такие слова. «Когда угасает любовь, люди ищут справедливости». Подумайте вместе с ребятами над его словами. Ведь дети, особенно ученики младшей школы, часто говорят, что это несправедливо. Но никогда не говорят, вот я опираюсь на свой учительский опыт, это сделано не по любви. Многие знают слова «Бог гордым противится». Ну как же так, спросят дети. Ведь Господь любит каждое свое чадо и вовсе не выбирает. Гордый человек сам делает себя одиноким. Он вечно чем-то недоволен, всех осуждает. Помните у Пушкина? Я ли скажи мне всех милее, всех румяней и белее? Что же зеркальце в ответ? Ты прекрасна, спору нет. Но, царевна, вот это «но» и не может пережить гордый человек, убежденный лукавым, что он на свете лучше всех. О грехе гордости нужно обязательно говорить с детьми. Постараться переломить современное понимание гордости как одного из достоинств современного человека. Не достоинство это, а грех. Подвижники благочестия оставили нам много великих советов. И один из них касается того, как пресечь раздражение, последствия гордыни, которая может быть справедлива, а может быть несправедлива, появляется у нас в душе по отношению к другому. Согласно Святоотическому совету, в подобной ситуации человек должен вспомнить три слова. «Прости», «благослови» и «помолись». «Помолись обо мне». Вдумайтесь в эти слова. «Прости», «благослови» и «помолись». «Прости» значит человека спрашивает прощения. Вот первый признак смирения. Он не заявляет, я прав или я не прав. Под текст этого «прости» я не знаю, прав я, не прав, мне все равно. «Прости, потому что я тебя огорчил». Дальше человек говорит «благослови». Это значит, что он призывает на помощь благодать Божью. А когда он добавляет «помолись обо мне», то это третий признак смирения. Ну, конечно, я не призываю, чтобы в светской школе дети в случае конфликта говорили слова этой молитвы. Но нужно и необходимо учить ребят говорить «прости», при этом не выясняя «прав», «неправ», «кто первый начал, как любят выяснять дети», «чья вина больше». Да и нам, взрослым, учителям и родителям следует этому поучиться, ведь мы наделены властью над ребенком. Поэтому смирение и любовь, они должны руководить нашими словами и поступками. А как же справедливость, скажете вы? Прежде любовь, а справедливость потом. Помните у апостола Павла. А теперь пребывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. На земле лежит огромный гулливер, связан тоненькими ниточками, а подняться на ноги не может. Скажем правду. Так и мы с вами, наши ученики, лежим связанные грехами, прикованные к земле страстями. Мы не становимся другими людьми, просто крестившихся, или веря в Бога в душе, или приходя в храм на Пасху или на Рождество, или за святой водой. Жизнь христианина – это долгий путь. Этот путь человек без Бога не пройдет. Без Божьей помощи гулливер не поднимется. И когда архиерей совершает рукоположение, он произносит слова удивительной молитвы. «Божественная благодать вся немощная врачующая и оскудевающая восполняющая». Вот в этих словах как раз сокрыта удивительная тайна постоянного вхождения Бога к человеку для компенсации, для восполнения нашей худости и скудости. Наша жизнь, христиан, – это тяжелейший труд по удержанию себя в рамках хотя бы минимальной христианской нравственности. И ни вербочки, ни куличи, ни яблоки на преображении не являются главным. Главное – это сознание своего непотребства, своего бессилия, своей немощи по мере приближения ко Христу. Но зато у нас с вами есть живой, никогда не забывающийся опыт его отеческой руки, его поддержки, его утешения, всегда неожиданного и всегда непропорционального ни нашим трудам, ни нашим грехам. И именно в этом тепле его отеческих рук, крепко держащих нас над пропастью бытия, есть наше спасение. Мы заканчиваем разговор о классической литературе, о русской литературе. Русская литература – это не только литература, где есть невероятный русский язык, это литература, где есть поиски, где есть страдания, пасхальная радость, это литература, где есть Христос. А там, где Христос, там небо. На земле беспросветный мрак, разбегись над ней, поднимись, там за тучами все не так, там сияет лазурью ввысь. На земле беспросветный мрак, понад жизнью приподнимись, этот мрак нагоняет враг. Но светла духовная ввысь, как бы ни было тяжело, как туман бы не застил взор, заведи духовный мотор, обрети молитвы крыло. Тут не важно, кто где живет, в городах, в горах, по лесам, но душа у всех – самолет, Богом призванный к небесам. Для заключительного слова я приглашаю на сцену протерея Александра Игнатова, руководителя нашего проекта, руководителя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии. Дорогие отцы, братья и сестры, закончилась остановка нашего поезда в Тимошевске. Это вторая остановка после Славянска на Кубани, Тимошевск, после буквально обеда. Поезд отправляется в Тихорецк, дальше Армавир, Краснодар. И вот, как сказано в одной из презентаций и выступлений, простите, благословите и помолитесь. Всех тех, кто делает это важное дело. Вы поняли, что это не представление, это не конференция, это даже не концерт, это возможность пробуждения, пробуждения себя. Если мы проснемся, и в замечательной книге Владимира Соловьева «Оправдание добра» есть такое вступление. Ум, преодолевший собственное заблуждение, становится неравнодушным к заблуждениям других. Перед вами педагоги, которые такие, как и вы, учителя. Но они преодолели собственного ума заблуждения. И увидели свет Христов. И пошли за ним, за Христом. И одного звонка достаточно, чтобы собрать всю эту команду при помощи, при поддержке нашего министерства и отправиться в новый поезд, куда бы он ни шел. Как уже сказано, в Адыгею, в Адыгею, в Ростов, в Ростов, в Крым, в Крым, в Москву, в Москву. Вот такие наши кубанские учителя. Давайте им поаплодируем. Светитель Филарет Дроздов как-то очень точно сказал, что проку от всех познаний, когда при них мы и Иисуса Христа не знаем. Давайте зададим себе теперь этот вопрос. А что проку от всего прочитанного, если мы не разберемся в духовном смысле, из чего вообще-то царь Салтан лук сделал? И где его мама православная основам веры научила? В бочке. Как если в бочке основам веры можно научить? Неужели в классах наших аудиторий нельзя научить детей верить в Бога? Мне хотелось бы пожелать вам успехов, чтобы каждый из вас не боялся этого труда, потому что этот труд благословенный. Господь наш Иисус Христос всегда будет рядом с вами. И я позволю себе привести из Божественного Евангелия Его слова. «Всякий, кто слушает слова Мои и исполняет их, того уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошли дожди, и подули ветры, и разлились реки, и налегли на дом тот, и он не упал, потому что построен был на камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, подобен мужу неразумному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и подули ветры, и разлились реки, и налегли на дом тот, и он упал, потому что стоял на песке. И было падение его великое». Дорогие учителя, дорогие коллеги, хотелось бы всем вам пожелать дом своего спасения, своей жизни, строить на твердом фундаменте веры и помогать нашим детям на этом фундаменте строить свои жилища. И избави нас, Бог, научить всему, но построить дома на песке. До первого ветра, до первой бури, до первых дождей. И мы знаем, что из этого бывает. Песня Надежды Тананко, которая выступала сегодня, я хочу сказать, она вернулась из похода, неделю она ходила по горам со своими учениками, и вот сегодня она догнала поезд, на первые сегодня, на второй остановке, в Тимошевске выступила. Она написала песню для учителей. И она понятней с каждым днём, что свечу однажды зажигая, от людей не прячут под стеклом, чтобы она светила всем, кто рядом, согревая души и сердца, чтоб дарила людям свет и радость до конца. Только добротой сердец этот мир согреть мы сможем с вами. Только добротой сердец добрыми делами и словами и среди планет и звёзд. Этот шар земной вращаться будет до тех пор, пока сумеют люди отдавать тепло сердец. Холодно, темно и одиноко в мире без любви и доброты. Люди научились жить без Бога и не верят в сказки и мечты. Зло неудержимо рвётся к власти, но оно бессильно вновь и вновь в мире, где живут добро и счастье и любовь. Только добротой сердец этот мир согреть мы сможем с вами. Только добротой сердец добрыми делами и словами И среди планет и звёзд Этот шар земной вращаться будет до тех пор, пока сумеют люди отдавать тепло сердец. Субтитры создавал DimaTorzok Только добротой сердец Этот мир согреть мы сможем с вами. Только добротой сердец Только добротой сердец Добрыми делами и словами И среди планет и звёзд Этот шар земной вращаться будет До тех пор, пока сумеют люди Отдавать тепло сердец До тех пор, пока сумеют люди Отдавать тепло сердец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok